Субтитры делал DimaTorzok Смотрите, это учеба, поэтому я ничего остался не упускать. Свеженькое письмо, спасибо огромное, видео пересматриваю по второму разу, перестраховываюсь, переспрашиваю. Очень хочется сохранить семена и правильно посадить живыми. Заглянем сюда, вот сюда, сейчас, смотрите. И повторяйте за мной, когда в этом будет необходимость. Потому что письма о сохранности семян идут потоком. И с каждым работать мне тяжело. Мне помог брат. Так. Значит, можно сразу вот мне сюда нажать, садоводство по железу. Но у вас-то такой может быть квадратика нет. Поэтому начнем как бы с нуля. Заходим в Яндекс. Я надеюсь, вы все это видите. Если что не так, пусть мне Сафронов, я тут немножко самостоятельность проявляю. А в этом деле, как бы, дурак дураком. Вот. Поэтому, если что не так, Антон Валерьевич, позвоните. И так, значит, садоводство по железу. Ну, дальше можно не писать. По железу в YouTube. Мы оказались вот здесь. Верхнюю строчку нажал. Спасибо, брат Юра Железов. Что мы видим? Он взял мои уже... Многие видели, но все-таки все никогда, все не увидят. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это мы с Сафроном. Вот. Бескорыстно подчеркиваю. Учим вас. Еще смотрите. Семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать. Это все про семена. Вот. И, пожалуйста, Учитесь, потому что Семена не дешевые, но Ценность их определяется не вот этими рублями, Десятками, сотнями рублей. А чем она определяется, мы сейчас с вами увидим. Смотрите дальше. У меня как-то все складывается одно к одному. И так, научитесь сами с ними работать. Значит, Виноградов прислал мне вот этот вот фильм. Так. Это телевидение Белгородской области. Ну, фильм мы смотреть не будем. Я просто взял, сделал одну фотографию. Середина фильма. Мы перед вами видим. Такого же, кстати, я очень уважаю фермеров. Для меня фермеры, я их боготворяю. Это люди, их можно назвать фанатиками, мучениками, работягами. Потому что то, что творят фермеры, я, кстати, тоже могу исправить. Как говорится, у меня есть справка есть. Помните, как в этом, в юмористическом фильме. У меня есть справка есть, я тоже фермер. Так, вот это показываю я вам, что было бодро доложено. Сотни тысяч тонн продукции ждёт Россию в ближайшие несколько лет. Заложены интенсивные сады. Так. Всё замечательно. Мы вроде бы уже и не нужны. Но давайте будем, как, то, что никогда телевидение не скажет, не покажет. И кроме нашего кружка, вот этот кружок, 500 человек, кто смотрит постоянно. И ещё несколько тысяч непостоянно. Вот этот вот довольно небольшой кружок должен знать и уже знает, что будут выращены сотни тысяч тонн яблок. И мы перейдём с отравленных импортных, помните, Голландия, Италия, Новозеландия, Австралия, всё, кто угодно. Мы перейдём на отечественные ура, на отравленные, которые каждый год подвергаются обработке ядохимикатами десятки раз. Вот, всё, что нас ждёт. Поэтому никаких дифирамбов, как вот здесь диктор чуть раньше, вот тут вот, никаких дифирамбов, понимаю, сегодня должны быть отравленные. Значит, я сегодня ещё 10-20 раз вспомню фамилию Савинич Кляны Саны, а одна из её фраз до 40 обработок в Мичуринске. Представляете, я же узнаю отовсюду, информация идёт, и это ещё не всё. Вот, и поэтому постоянно у меня будет, ну, скажем так, на кого ссылаться. Вот, и других вариантов нет, и ещё одну фразу она произнесла, тоже, которую, такие вещи я не забываю, когда она была в Мичуринске, она спросила, а вы сами-то это отравленные дети, у кого-то из, тех, кто выращивает садовников, садоводов, и ответ был такой, едим, а где взять других? Вот, так вот, друзья мои, другие, сделаем мы с вами. Вот, поэтому, да, кстати, что им ещё грозит, бактериальный рак, он идёт, ползёт по России. Однажды всё это может умереть, это тоже горькая правда, наши сады любительские, у них другой принцип, здесь вы видите столбы железобетонные, каждое дерево, иначе оно просто упадёт после урагана, в связи сад упадёт. Подвязаны к проволоке, далее будет здесь этот самый капельный полив, который тоже не подарок. Ограниченный срок жизни, дай Бог, до 15 лет, одна радость, раннее начало плодоношения, так? Так, но, тем не менее, наш сад любительский должен жить 10, 20, 30, 40, до 50 лет это, ну ладно, хорошо, до 30, 40 лет должен жить. Ну, считывая суровые условия и прочее, прочее, выдержать 30, 40 морозов, это тоже подвиг для деревьев. Так вот, мы идём своим путём, повторяю, за Владимиром Лениным, я старый большевик. Значит, рак бактериальный нам грозит тоже, но меньше, потому что здесь очень много приходится резать, 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 а мы будем резать только в крайнем случае.